Теперь мы переходим к третьей области – лже-религии, то есть нехристианским религиям. Позвольте мне превозгласить некоторые простые принципы. Существует два источника сверхъестественных сил. Одним является Бог, другим – дьявол. И всякая сверхъестественная сила, которая не от Бога, обязательно от дьявола. Это просто. Далее. Существует один и только один путь в сферу Божьей сверхъестественной силы. Этот путь есть Иисус Христос. Позвольте привести два или три места из Писания. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус говорит, «Я есмь дверь, кто войдет в Мною, тот спасется». «Я есмь дверь» и подразумевается, что другой нет. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Не существует другого пути к Богу Отцу, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Послание к Ефесянам, 2 глава, 18 стих. Если у вас Библия с собой, откройте это место, важно прочитать его. Потому что через Него, Иисуса Христа, и те, и другие, то есть иудеи-язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Обратите внимание, через Него, Иисуса, и только через Него, посредством скольких духов, одного духа. Есть только один дух, дающий человеку доступ к Богу Отцу, это Святой Дух. И он действует только через Господа Иисуса Христа. Если вы входите какой-то иной дверью, отличной от Иисуса, или в каком-то другом духе, неважно, что он о себе говорит, вы не имеете доступа к Богу. Вы имеете доступ в сферу сатаны. Вместо того, чтобы идти в сферу света, вы идете в сферу тьмы. Но помните, что сатана преобразуется в ангела света, и его служители подделываются под служителей правды. И очень часто они пользуются прекрасными, красивыми и ласковыми словами, длинными психиатрическими выражениями, и даже цитируют места из Писания, чтобы затянуть в сферу тьмы, прикидываясь ангелами света. Но если вы не входите через Иисуса Христа, распятого на кресте, и если вы не входите в Святом Духе Божьем, вы можете войти в сверхъестественную область. Я не отрицаю этого, потому что был там и знаю, что это такое. Но вы попадаете не в ту сферу. Я вошел туда через йогу до того, как я нашел Иисуса, потому что я занимался до этого йогой. И было время, когда я вышел из сферы естественного. Но то, куда я попал, даже тогда испугало меня. Мне это не понравилось. Я решил, что одного раза будет довольна. Но когда через несколько лет я лицом к лицу столкнулся с Евангелем и силой Святого Духа, то высочайшим барьером между мной и Христом были не мои плотские грехи. Это была йога. Я не мог пробиться через этот барьер в уме. Богу пришлось сотворить чудо освобождения. Первое служение освобождения, на котором я присутствовал, там было три человека. Два солдата спали. Я не спал. Я лежал на полу посреди комнаты. И Бог дал мне. Я ничего не знал об освобождении, ничего не знал о бесах. Но я хотел прийти к Иисусу. И я не мог достичь его. До тех пор, пока этот бес йоги не потерял свои власти над моим разумом. Вы, друзья, можете теоретизировать, но я через это прошел. Я знаю, что это такое. Это один из тысяч обманных путей, ведущих на территорию сатаны и в рабство. Сейчас я приведу вам некоторые места из Ветхого Завета по этому поводу. Откройте книгу Исход, 20 главу. Стихи с 3 по 5. Это часть десяти заповедей. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. На что я сейчас хочу указать вам, это то, что если вы ищете сверхъестественной помощи и совета и силы от какого-либо другого существа, а не от единого истинного бога, то вы делаете это существо своим богом. Тот, у кого вы ищете сверхъестественной помощи и откровения и силы, является вашим богом. И это слово применимо для всех людей, входящих в список, которые я прочитаю вам. У них был другой бог перед лицом истинного. Они позволили другому богу быть вместо истинного. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. И многие люди поклоняются и служат другим богам сегодня в виде гороскопов и других подобных этому вещей. И я хочу, чтобы вы видели особый приговор, который вынесен им, если они не покаются. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Трем и четырем поколениям вашей семьи. Это не любой грех, который приносит такое, но это особенный грех поклонения другим богам. Поэтому, если в вашем роду был кто-то, занимавшийся христианской наукой, кто-то веривший в объединение, гадалка, медиум или кто-то из такого рода, то вполне вероятно, что вы в какой-то мере находитесь под проклятием. И во многих случаях ваше освобождение не осуществится, пока во имя Иисуса вы не разрушите проклятие, пришедшее от предыдущего рода. Проклятие не осуществится, пока вы во имя Иисуса не разрушите проклятие, пришедшее от предыдущего рода. Я доказал это окончательно к моему собственному удовлетворению. В служении другим людям есть времена, когда вы не можете освободить людей просто из-за того, духовного наследия, которое они имеют, потому что кто-то в их роду пересек границу и вошел в другое царство. Бог сказал, что это отразится на их детях до третьего и четвертого рода, и так оно и есть. Я не проповедую осуждение, я открываю вам глаза. Прежде всего, если это делаете вы, то наводите это осуждение на своих детей. Во-вторых, если этим занимались ваши родители, прародители или прапрародители, то вы можете страдать от их осуждения. И вы должны понять, как выйти из-под этого осуждения. Благодарение Богу за то, что во Христе проклятие разрушено. Но вам следует знать, что находится под проклятием, и во многих случаях нужно знать, откуда оно пришло. Обратимся к книге Исход, 22 глава, 18-й, 19-й, 20-й стихи. «Ворожея не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Вы обратили внимание на то, в какую компанию определена ворожея? «Теми, кто приносит жертвы иным богам, или совокупляются животным». Нехорошая компания. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте рассмотрим слова, написанные на доске. Большинство из них для современных американцев ни о чем не говорят. Давайте посмотрим на них. Я попробую дать вам современный английский эквивалент этих слов. Чтобы, читая их, через несколько минут вы понимали смысл. «Прорицание» — это предсказание судьбы. «Гадание» или «наблюдение времен», «гороскопы» — «эта неделя благоприятна для бизнеса» или что-нибудь в таком роде. Это и есть «наблюдение времен». Выбор правильного времени по результатам изучения небесных тел в связи с какими-то видами деятельности. Звездочет астролог. Имеющий знакомого духа. Это обозначается словом «медиум». Медиум имеет духа, который регулярно приходит к нему. Это старая штука, это не новая. И вы найдете это почти во всех языческих странах. Но в современной Америке этот человек обычно называется медиум. «Некромания» — обращение к мертвым за советом или руководством. «Чародей» — тот, кто применяет чары для защиты и так далее. В Африке, молясь с африканцами о спасении, мы заметили, что очень часто женщины носят на талии амулеты. И прежде чем она может принять спасение, нужно велеть ей пойти и снять их. Все это не ново. «Заклинатель» — тот, кто пользуется заклинаниями, или в более общем случае музыкой. В музыке заключена огромная сила, и дьявол часто пользуется этим, чтобы порабощать людей. Колдун — это мужчина, ведьма — это женщина. Давайте прочитаем сейчас другие места из Писания, а затем я пойду дальше. Но запомните значение этих слов. Давайте откроем в Трозаконе, 18 главу, стихи с 9 по 14. Это фактически самый полный список, и здесь перечислены все эти дела. Я прочитаю с 9 по 12 стихи. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Это приношение своего первого ребенка в живую жертву языческому Богу, которую надо сжечь в огне. Обратите внимание, что это стоит в одном ряду со всеми остальными занятиями. Все они поставлены в один ряд. Прорицатель, Гадатель, Ворожея, Чародей, Обаятель, Вызывающий духов, Волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Всякий, кто делает это, мерзок пред Господом. И из-за этих мерзостей Господь изгоняет их от лица твоего. Всякий, кто делает это, мерзок перед Господом. Откроем на минуту 47-ю главу книги пророка Исаии. Обратите внимание на картину Вавилона и на причины Божьего суда над Вавилоном. И помните, что будет духовный Вавилон, который появится в конце этого века. Он является духовной копией ветхозаветного Вавилона и имеет те же самые характерные черты и свойства. В 47-й главе Исаии, 12-м и 13-м стихах мы видим суть вавилонской религии. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Обратите внимание наблюдатели небес, звездочеты, астрологи, предвещатели по новолуниям, использующие гороскопы, чародейства. Вот признаки Вавилона. Знаете ли вы, что в конце этого века будет только две группы людей, называющихся христианами? Одна невеста, другая блудница. Невеста будет отличаться тем, что люди из этой группы сохранили верность Господу Иисусу Христу, жениху. Блудница будет состояться из тех, кто соблазнен духами-обольстителями и перестал быть предан. У них будут все отличительные черты вавилонской религии, описанные здесь. О них можно прочитать в 17-й и 18-й главах книги Откровения. Каждому из нас, каждый из нас обязан встретиться с решением, хочу ли я быть в невесте или я хочу быть в блуднице. И я верю, что третьего не дано. Теперь давайте посмотрим на три слова здесь. Три распространенных слова, которые обычно используются. Прорицание, колдовство и чародейство. И много, много раз я встречался с этими духами, которые говорили мне, очерняли меня и бросали мне вызов из людей. В действительности, у меня была настоящая война с колдовством. Много раз они говорили, что знают меня. Один дух сказал мне, почему тебе нужно было прийти? прорицание это получение откровений сверхъестественными средствами не через Духа Святого. Откровение о прошлом, о местонахождении потерянных вещей, о том, кто совершил преступление или предсказание будущего. И говоря современным языком, экстрасенсорика это проявление прорицания. Я молился за одну женщину в церкви в Чикаго, и она была медиумом. Когда она впервые пришла ко мне, я отказался молиться за нее, потому что я сказал, что не верю, что она покаялась. Второй раз она пришла и сказала, что покаялась. Я сомневался в этом, но сказал, что буду молиться с ней. И я начал приказывать духам выходить, и различные духи вышли. Затем я сделал маленькую передышку и стоял, облокотившись на подставку для алтаря. И эта женщина находилась там рядом, и неожиданно она повернулась на меня и сказала, я вижу вас в машине, и она врезалась в дерево. И я сказал на это, ты дух прорицания, и я отказываюсь принимать это от тебя. Я не буду находиться в машине, которая врежется в дерево. Но вы видите, если бы я не стоял на моем Боге и начал верить тому, что дух прорицания говорил через нее, а он описывал замысел сатаны для меня. И если бы я начал верить этому и думать об этом, тогда бы я подчинил себя замыслу сатаны для меня, и вполне возможно, что я бы закончил во врезавшейся в дерево машине. очень многие люди ходят к гадалке, и им предсказывают, ты разведешься со своим мужем и выйдешь замуж за другого человека. Они подчиняются этому, и это происходит. То, что произошло, это то, что вы подчинились сатанинскому плану для своей жизни. Сколько из вас знают Ховарда Брэдиса? Он был назначен пастором. Это была очень современная либеральная церковь. Прихожане организовали благотворительный базар. Он подумал, сейчас я остановить это не смогу, но потом обязательно сделаю это. Потом они сказали ему, мы пригласили гадалку. И сердце его ёкнуло, но он подумал, сейчас я не могу остановить их. Поэтому в конце концов он разрешил людям идти к гадалке. Все это было задумано только как шутка, и ничего более. Когда он пришел туда и взглянул на эту гадалку, она посмотрела ему прямо в глаза и сказала, твоя жена заболеет раком. И он рассказывал, я понял, что это был голос сатаны, говорящий мне сатанинское предсказание о моей жене. И его жена таки заболела раком, но исцелилась потом. Сколько людей говорили мне, я ходил к гадалке просто так, шутки ради. Знаете, что на это говорит Деннис Беннетт? Пересчитайте зубы у тигра, просто шутки ради. Сделал ты это шутки ради или нет, значения не имеет. Ты пошел к слуге сатаны за помощью, которую должен получать только от Бога. И делая это, ты подчинил сам себя сатане. Ты сделал сатану своим Богом. Это истина. Колдовство действует в основном посредством заклинаний, проклятий, гипноза. Я бы назвал это так. Оно опутывает людей контролем. Я встречался со многими настоящими практикующими колдунами. Одна женщина мне говорила, я убивала людей своими проклятиями. Это была почтенная американская домохозяйка среднего класса. Совсем недавно я встретил несколько молодых девушек, которые сказали мне, что могут заставить человека делать то, что им захочется. Чародейство действует посредством вещей. Талисман, танцы, музыка, наркотики. Мода на наркотике она не нова. Африканские знахари знакомы с ними много столетий. Они очень долго экспериментировали с некоторыми травами и растениями, вызывающими определенные странные состояния. Все, что в принципе действует так же, называется общим термином чародейства. Вот человека сверхъестественное состояние, дающее ощущение силы с помощью определенных средств. Наркотиков, музыки, талисманов и так далее. Будьте осторожны с тем, что вы надеваете на шею или на запястье, потому что вы можете надеть сатанинское ермо. Сколько людей ищут защиту в талисмане или в монетке на счастье? Кто-то рассказывал мне про девочку, которая заболела, и мать повела ее к целителю, который дал матери маленький талисман и сказал, наденьте это на шею вашей девочки и ей от него станет хорошо. Мать сделала это, девочка поправилась, но через некоторое время мать озарила, и она поняла, какую ужасную вещь она сделала. Они сняли талисман, раскрыли его и прочитали маленькое стихотворение, написанное внутри, в котором говорилось, «Сатана, содержи тело этой девушки здоровым, пока ее душа не сгорит в аду. Дьявол не против небольшого исцеления, если оно будет стоить вам вашей души. Он с радостью отзовет младшего беса, чтобы отдать вас в рабство старшему». Позвольте мне привести быстро несколько примеров из Нового Завета. Книга Деяний, восьмая глава. Симон Волх в Самарии очаровывал весь город и поработился с сатанинской сверхъестественной силой. И вы видите, как ему трудно было покаяться. Он смог уверовать в Евангелие, наблюдать за Филиппом, быть рядом с ним и креститься. Но в его сердце все-таки осталась какая-то тяга к деньгам. «Помните последнее, что было сказано ему? Сердце твое неправое, не тебе в всем части и жеребия». Петр увидел, что его мотивы были все еще нечисты. И я скажу вам, что это самое трудное на свете освободиться полностью тому, кто служил сатане в этой сфере. Это требует полного покаяния без всяких глупостей, никакого посвящения наполовину, а полное отречение от сатаны и полное подчинение Богу. Очень типично то, что в конце концов сказал Симон Волх. «Вы трудитесь, вы усердствуете, я полагаюсь на ваши молитвы». Ко мне иногда приходят люди, которым я говорю, «Брат» или «Сестра, вы хотите, чтобы я приложил максимум своих усилий, тогда как это должны сделать вы?» «Я этого делать не буду. Вы должны хорошенько потрудиться ради себя сами. Не просите проповедника сделать все за вас. сами начинайте стараться изо всех сил». Давид Вилкерсон говорит наркоманам, «Если захочешь отчаянно изо всех сил, то ты освободишься. Не проси проповедника выходить из себя вместо тебя». Книга Деяний, 13 глава. Некий чародей, лжепророк по имени Варий Иисуса, который пытался не допустить проповедников Евангелия до Римского консула на Кипре. Видите, вот работа врага, не дать человеку узнать истину. Произошло открытое столкновение между Павлом, исполненным Духа Святого и чародеем. Жаль, что меня там не было. Если есть что-то, на что мне хотелось бы поглядеть, так это на них. Павел взглянул на этого человека и сказал, «Ты сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господни?» Знаете, кому он говорил это? Чародею и лжепророку. Кто из чародей, сын дьявола и враг всякой правды? Книга Деяний, 16 глава. Была одна служанка с духом предсказания. Предсказывал судьбу так успешно, что, будучи рабыней, доставляла своему хозяину много денег. А много денег никогда не заработаешь, если всегда ошибаешься. Она, должно быть, очень часто оказывалась права. И когда в тот город пришли Павел и Сила, она узнала, кто они были такие задолго до всех остальных. Она каждый день следовала за ними по улицам, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвращают нам путь спасения». Каждое произнесенное ей слово было правдой, но она была слугой сатаны. Кто-то сказал, «Если бы Павел был современным миссионером, он сделал бы ее почетным членом той церкви в Филиппах. Но обратившись к этому духу, он сказал, «Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Писание говорит, что дух вышел в тот же час, и она больше не могла предсказывать. Предсказание или прорицание – это дух гадания. Галатам 3 глава 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прелестил вас?» В английском переводе «околдовал». Вы скажете, «Они не были спасены и не были крещены Духом Святым». Ничего подобного, потому что в следующем стихе говорится, «Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Да, они были хорошими харизматическими христианами, но они были околдованы. «Вы знали о том, что крещенных в духе верующих можно околдовать?» Можно, поверьте мне. Я был пастором одной общины, которая до меня была околдована женой прежнего пастора. В то время я столкнулся с этой силой лицом к лицу и понял тогда истину о галатах. Где свидетельство того, что они были околдованы? Послание к галатам 4 глава. «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Вы играете с гороскопами. Вы пытаетесь узнать будущее оккультными средствами». Павел сказал, «Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Думаю, что впустую тратил время, проповедуя вам Евангелие». Второе послание к Тимофею, глава 3 стих 13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». Хочу, чтобы вы знали, что в греческом оригинале сказано «чародеи». И этих людей сравнивают с Анием и Иамбрием, чародеями, которые противились Моисею. Вы когда-нибудь задумывались над тем фактом, что египетские чародеи обладали сверхъестественной силой? Моисей бросил свой жезл, и он превратился в змея. А мы тоже такое можем, и они сделали то же самое. Вся разница была в том, что Моисей в змей съел их змеев. Следующее. Моисей взял воду из реки, и она превратилась в кровь. Они сказали «это мы тоже можем», и сделали. Третье. Моисей вывел жаб из воды, они заполонили дома эгиптян. Волхвы сказали «минуточку, мы тоже это можем сделать», и сделали. Четвертое. Моисей превратил перс земную в мошек. Чародеи попытались сделать то же самое, и не смогли. Тогда-то они и сказали фараону «это перст Божий, это выше нас, советуем тебе послушать этого человека, у него есть нечто такое, чего нет у нас». Но у них была сверхъестественная сила. И я хочу заметить вам, что в конце этого века борьба развернется не на естественной арене, она развернется сверхъестественного. Явная сверхъестественная сила сатаны столкнется с явной сверхъестественной силой Святого Духа, и будет побеждена ей. Почитайте второе послание Тимофея, третью главу. Это написано очень ясно. В Откровении 9-18 главы говорится о колдовстве, особенно в связи с Вавилоном, уже религиозной империей. Теперь наступило время, когда у вас будет возможность получить освобождение. Вы должны сделать три главные вещи. Первое. Если вы занимались хоть какими-то из этих дел, ересей, отклонением от христианской веры или какой-нибудь сатанинской сверхъестественной деятельности, тут есть список. Мне нужно зачитать его вслух. Предсказания, экстрасенсорика, наркотики, включая все медицинские и наркотические средства, медиумы, ясновидение, медитация, восточные религии и философии. Я особенно выделяю йогу и учения о перевоплощении, астрологии, гороскопы, гипноз, автоматическое писание, графология. И это только некоторые дела. Если вы занимались какими-либо из них или чем-либо подобным и хотите чистоты, хотите, чтобы эта черная тень отошла от вашей жизни, хотите, чтобы это время было снято. Люди так часто говорят мне, брат-принц, именно в тот момент, когда сила Божья особенно могущественно действует на собрании, я чувствую, что простираюсь к Богу и хочу поклоняться Ему, что это встает между им и мной. Знаете, что я сразу спрашиваю? Вы ходили к гадалке? И примерно в двух случаях из трех ответ. Да, но я была тогда совсем маленькой девочкой, я не хотела по-настоящему, это было просто забавой. Но выходили, выходили к слуге сатаны за помощью, которая должна приходить только от Бога. И Бог по своей милости не уберет это давление до тех пор, пока вы не узнаете его причину и не поймете, что вы сделали. Потому что принципиально важно, чтобы у каждого Божьего ребенка было ясное понимание об опасности занятия оккультизмом с этого дня и на всю жизнь. Чтобы вы никогда больше не были обмануты и не впали в искушение, и никогда не вернулись к этим делам. Снова. Итак, вы хотите стать свободным. Я скажу вам, что нужно делать. Исповедуйте ваше занятие как грех. Гадание по руке, на блюдечке у гадалки, чтение книг об Эдгаре Кейси, Джин Диксон и так далее. И еще очень многое. Во-вторых, отрекитесь от этого. Сознательным актом своей воли отделите себя от этого. Лучшее из известных мне слов это слова псалмопевца Давида. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи? Это все бесовское и сатанинское. Не возгнушаться восстающим на тебя. Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Можно ли христианину говорить такое? Да. Это не о плоти, о крови, потому что мы воюем не против плоти и крови, а против духовных врагов Бога. Вы должны сказать, полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Бог не освободит вас от ваших друзей, зачем ему делать это? Но если вы сделаете их своими врагами, он освободит вас. Хорошо. Итак, вы исповедуете, вы отвергаете, и вы разрушаете всякий контакт. Если у вас есть гороскопы, сожгите их. Если у вас есть книги о перевоплощении душ, о йоге и обо всех этих вещах, сожгите их. Не оставляйте в своем доме ничего такого, что оставляет дьявол ущель, через которую он может войти обратно. Большинству христиан необходимо В 19 главе книги Деяний, когда сила сатаны была явлена, и верующие увидели, что же происходило на самом деле, случилась замечательная вещь. Напал страх на всех их, и многие из уверовавших, то есть христиане, приходили, исповедуя, открывая дела свои. Они были верующими, но в то же время играли в карты с сатанинскими вещами. И те, у кого были книги по оккультизму, принесли их и сожгли. 50 тысяч драхм, 50 тысяч долларов. Вам нельзя оставлять эти вещи у себя. Не продавайте их, не отдавайте никому, вы отравите кого-то еще. Уничтожьте все. Бога вы не обманете, и дьяволу тоже. Не пытайтесь. Они оба знают, серьезно ли ваше намерение. Ключевое слово для многих сегодня это покайтесь. Перестаньте валять дурака, играть в церковь и быть слегка религиозными. Станьте максимально серьезным, примите решение. Сейчас всем присутствующим будет предоставлена возможность порваться культизмом. Если слушая меня сегодня, вы поняли, что вы были так или иначе связаны со сверхъестественной силой сатаны и никогда не касались этой проблемы, никогда не отрекались от нее, никогда до сих пор не пытались порвать с этим, но теперь хотите сделать это. Я хочу, чтобы вы сделали одну вещь. Я хочу, чтобы вы произнесли следующие слова вслух, повторяя их за мной. И после того, как вы скажете их, освободитесь. Если что-то начнет выходить, позвольте этому выйти. Я не знаю, что может произойти в течение следующих нескольких минут, но позвольте этому выйти. И если вы боитесь, то просто помните, если вы почтительны, послушны, готовы к сотрудничеству, то ничто не может повредить вам. Во имя Иисуса я связываю здесь все бесовские силы и требую, чтобы они оставили каждого присутствующего здесь человека, не причиняя никакого вреда ни ему, ни другим. Я провозглашаю за защиту крови Иисуса над их семьями, их родственниками, их друзьями во имя Иисуса. Теперь скажите следующее. Господь Иисус, я веру, что ты Сын Божий, Мессия, пришедший воплоти. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Сейчас я исповедую все мои грехи. Я каюсь во всех своих грехах. Я особенно исповедую обращение к сатане за помощью, которая должна быть только от Бога. Я исповедую как грех. А теперь назовите, что именно. Гадания, предсказания и так далее. Все, о чем Дух Божий сейчас напоминает вам. Исповедуйте как грех. Господь, сейчас я отрекаюсь от этого. Я отрекаюсь от сатаны и от всех его дел. Я ненавижу его бесов. Я считаю их своими врагами. Сейчас во имя Иисуса я освобождаю себя от всякого духа тьмы, от всякого злого влияния, от всякого сатанинского времени, от всякого духа во мне, которые не являются духом Божиим. И я приказываю всем этим духом оставить меня оставить меня сейчас во имя Иисуса. А теперь позвольте им выйти. Иисуса